Друзья, привет всем! Я Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, докторшилов.ком, репортаж из баньки прямо непосредственно. Отвечу сейчас на пару-тройку вопросов, которые мне тут недавно задавали по бане. Решил в прямом эфире ответить, может с кем-то пообщаться придется сейчас, хотя хотел отдельным вообще подкастом записать. В общем, фишка такая, несколько вопросов, которые задавали по бане. На некоторые я отдельные темы писал. Но сейчас я быстро компилирую, что вспомню. Во-первых, как можно часто принимать баню? Часто можно баню принимать, как угодно, хоть и каждый день, это без проблем. Больше того скажу, например, у людей с недостаточностью почечной, им даже рекомендовано замещать функцию почек в делительные функции кожи. То есть кожа выделяет все токсины, отводит, значит, ненужную влагу и так далее. Кожа это и тёрган. Она, в принципе, тоже фильтрует много чего и, собственно говоря, очень сильно влияет на обмен веществ. Особенно водо-солевой обмен. Это вот очень важная вообще как бы тема. О, привет! Картошку? Сейчас вернемся к картошке. Я, по-моему, скажу, нет, на самом деле не люблю. Люблю картошку только свежую, вот, которая одна, ну, молоденькая, пробивая, когда только-только первая появляется. Вот я ее вареную люблю, жареную нет и все. Я в детстве так наелся картошки при совке, когда жрать нечего было, что у меня прям тошнит от нее, честно говоря. Люблю я макароны больше. Ну, так вот, ладно, про баню. Как часто? Значит, каждый день можно принимать баню. В баньке. Вот. Огромное количество солей. С одной стороны, это неплохо, да, потому что обмен сом-солевой, он должен присутствовать, нужно с солями вводится, и с шлаки, и все такое прочее. Но, если мы постоянно будем выводить огромное количество солей, они восполняться не будут. Возбуждение. Вплоть до судорог может дело дойти. Но, я думаю, что в бане все много пьют. Возбуждение. 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 диеты ваших, какая-то кока-кола или, не знаю, там компот какой-нибудь, даже морс, то в принципе вы можете очень много сахаров сам изогнать, а так как баня это вечером обычно, то сахара на ночь это вообще проблема. В итоге вы сорвете всю диету свою, все на сморку пойдет. Вот, в этом как бы тема. Как принимаю баню я, вот, например, да, я, что я пью в бане? Я пью в бане квас, как правило. Не пью я в бане, но это из-за тоники, то есть соль я восполняю после бани. Почему я так делаю? Потому что у меня есть определенный критерий, по которому я определяю, сколько мне в бане лучше попариться. И вот вам хочу это присоветовать, то же самое. Я парюсь, и вот я потею, у меня лицо потеет, я так облизываю верхнюю губу, я чувствую соль, то есть выделяется пот прям соленый и горький. И вот я парюсь до тех пор и пью до тех пор квас или до тех пор, пока пот перестанет быть соленым. Ты горьким прежде всего. И начнет даже кожа пахнуть квасом или тем, что пьешь. Вот я считаю, все, как бы прогнал все, сам шлаки выгнал, прям реально так и будет. Вот. И потом уже, когда я еду домой, там я восполняю минералочкой, то есть могу себе навести там изотонический раствор, попить изотоника. И тогда будет все нормально. Тогда вы ничего не потеряете, собственно говоря. Вот таким вот образом все это дело делается. Вам рекомендую такой же метод, можете попробовать, просто поймете, как это все дело само и работает. Вот. Некоторые в бане пьют пиво. Ну, или другие спиртосовержащие продукты легкие. Там какие-то сидры какой-нибудь, или что-то, еще не дай бог, если даже тяжелые какие-нибудь, да, напитки, согрячительные. Почему я не рекомендую делать этого в бане непосредственно в самой? Потому что любое количество отнотолкоголя, оно нарушает действия правильные всех регуляторных сомцентров, то есть, которые там ответственны и за частоту сердечных сокращений, за частоту дыхания, за компенсации разного рода, за эгомеостатические функции в организме. В итоге в бане, где должно все тонко настраиваться, ваш организм должен быстро перестраиваться под, значит, изменяющиеся какие-то факторы, чтобы там потовыделение правильно шло, правильно там учащалось или замедлялось сердцебиение, сосуды расширялись, сжимались, у вас будет все неправильно работать. В итоге эта компенсация, она выливается в определенного рода декомпенсацию. Почему часто происходит у пожилых людей в бане трагедии или не совсем здоровых людей, когда они в баню идут и принимают там алкогольные напитки, а еще начинают там какие-нибудь активные действия, либо в теннис поиграть, либо в бассейн сам дырнуть, поплавать, либо с девочками веселяться или что-то еще, и в итоге вообще проблемы возникают. Вот. Может, и сердечка прихватить, и там коллапс быть какой-то, и в итоге вообще просто будет беда. Вот. А я люблю квас. Вот. Поэтому советую. у меня такая красивая банная кружка. Ну, а вы мне еще про баню скажете. А? Кто еще баню любит? Вот. Как часто я в бане бываю? В бане бываю я часто. Я говорю, что на неделе, вот у меня это дома баня, да, на неделе я бываю раза два, а может быть и даже три. А учитывая то, что я еще езжу тренировать в спортивный клуб, там есть сауна в спортивном клубе и хамам, после каждой тренировки я обязательно иду в сауну, иду, а в хамам. Почему я еще это дело делаю? Благодаря так, как я тренируюсь очень интенсивно и очень тяжело, то вот посещение бани после тренировки позволяет хорошо расслабить мышцы и способствует гораздо лучшему, значит, улучшению трофики самих мышц. В итоге у меня практически никогда не бывает ни крепатур никаких, ни закисления мышц такого, чтобы накопилось молочной кислоты дофига, и у меня мышцы страшно болели по нескольку дней потом, или еще какие-то проблемы были. Мышцы расслабляются и все происходит нормально. Температурный режим какой я люблю в бане? Вот люди некоторые сгордятся, кичатся тем, что они там в бане любят сидеть при температуре. В сауне 110 градусов, 120, даже 140 и так далее. В бане, если русская баня до 80 градусов доводят, ну это прям вообще пипец. если мы хотим продемонстрировать какое-то геройство, может быть, если хотим пользу получить, такая температура совсем не нужна, потому что баня преследует какую цель? Простимулировать выделительную функцию кожи и глубоко прогреть. Если мы заходим в огненную баню, которая прямо нас там поджигает, наоборот, там все происходит. Там не то, что поры все раскрываются, они от такой высочайшей и температуры даже закрываются. Организм в шоке, он не работает так, как надо. Хорошо не прогревается, даже когда заходишь в такую горяченую баню, может поначалу даже пробить озноб. То есть извращенные реакции вообще в самобоке происходят. И долго не посидишь. Хороший заход в сауну, заход хороший в баню это до 15 минут. Вот я, например, делаю обычно 4 захода по 15 минут. В итоге это где-то час. Мне кто-то скажет, ни хрена себе, где столько времени взять. Ребята, понимаете, я обычно все это дело сочетаю. Я слушаю при этом какие-нибудь аудиокниги, бывают художественные, бывают деловые, бывают какие-то курсы, тренинги прослушиваю. То есть вообще все это по кайфу. То есть я это сочетаю. а в бане растягиваться. Если я растяжкой занимаюсь, очень хорошо в бане заниматься растяжкой. Опять же, когда она не очень самогорячая, такого состояния, что там просто невозможно находиться. Если вы можете на 15 минут сам заход делать, и вам относительно комфортно, под течет сам градом, вы можете сидеть там 15 минут, можно очень классно порастягиваться. Мышцы в бане растягиваются на два порядка лучше, чем это происходит, ну вот, если это делать просто в спортивном зале. Когда может дополнительный саморазогрев в виде бега какого-нибудь, нагрузки мышечные не нужен. Может, еще бегаем, потому что пот пошел, чтобы мышцы прогрелись. Здесь вы зашли в баню, оно все прогрелось, через 10 минут вы можете спокойно заниматься растяжкой. Срезки суставов, все прекрасно тянется. В общем, все великолепно. Ну вот, ну что, я думаю, я на вопросы, какие я хотел, значит, ответил, которые вы хотели, чтобы я ответил, которые мне писали по бане. Если вы готовы, я могу сейчас ответить на какие-то другие ваши вопросы, если вы зададите мне их непосредственно, но сейчас в прямом эфире. Слушаю внимательно. Вот, я вижу, у меня люди появляются, новые, которых я раньше не видел. По поводу картошки, кстати. я буду выкладывать это видео на YouTube потом, поэтому я вот зачитываю. Мне, значит, Аркадий пишет, привет, любишь ли я картошку, чтобы вы просто понимали, о чем это вопрос. Я уже ответил, что картошку я не очень люблю, вот, а по ряду причин, во-первых, я ее наелся сильно в детстве, в советском своем, когда были пустые полки, на которых была одна морская капуста, ну, была, слава богу, это картошка. Картошки, вот, с тех пор я ее не люблю. Если люблю, то только молоденькую картошку, которая только-только, вот, такая еще маленькая, когда сваришь, вообще-то замечательно. Другая причина, это, из всех овощей картошка, в принципе, одна из, такая, углеводосодержащих продуктов, так как я постоянно стараюсь находиться в хорошей форме, я пытаюсь освобождаться по максимуму от простых углеводов. А картошку я, в принципе, отношу чуть ли не к простым углеводам, потому что в малом количестве там содержится огромное количество легкого от условиямых углеводов, это же крахмал, то есть олигосахариды, даже не полисахариды, я бы сказал, там олигосахариды. То есть, посчитайте, что вы никогда едите картошку, вот так вот. Поэтому, нет, не люблю и не принимаю. Вот так вот. Так, ну что, я вижу вопросов больше нет, спасибо, друзья, за эфир, приятно было пообщаться, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok